Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Стоит или не стоит сейчас открывать свое дело в Татарстане? Власти республики определились с минимальной зарплатой в регионе. В Казани появятся две канатные дороги. Малые предприниматели Татарстана кредитуются активнее всех поволжских. Регион показал наименьший спад по показателям развития малого и среднего бизнеса в Поволжье с начала 2015 года. Об этом сообщил вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Боев. По его словам, роста выручки в Татарстане нет. Тем не менее, республика стала точкой роста в 2015 по сравнению с другими регионами ПФО. Так, по информации НИСИП, общий объем кредитования предпринимателей в Поволжье по итогам первого полугодия составил 385 миллионов рублей. Из них большую часть получили бизнесмены из Татарстана – более 77,5 миллионов рублей. Хотя это и на треть меньше прошлогодних показателей. Татарстанцы просрочили займы банком почти на 4 миллиона рублей, что составляет 5% от общего числа кредитования. Во всех остальных регионах должников больше. Например, просрочка у чувашских предпринимателей составляет 21% от общей суммы выданных кредитов. Татарстан, сообщает РБК, неожиданно показал пусть и незначительный, но прирост заново зарегистрированных ИП. В январе и июне 2015 года их возникло около 6,5 тысяч. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считают эксперты, открывать свой бизнес в Татарстане все же менее рискованно, чем в других регионах. Но в любом случае нужно помнить о кризисе в экономике, который еще не завершился. Здесь надо понимать, что Татарстан достаточно экономически развитый регион. И в таких регионах кризисные явления переносятся все-таки полегче, чем в слабых депрессивных районах. Поэтому как раз нормальная реакция примерно год после каких-то кризисных явлений. Общество привыкает к этому, понимает, что надо жить дальше и ищет возможности. Поэтому вполне логично, что как раз сейчас начинается какой-то подъем. Люди ищут и возможности для заработка, регистрируются в качестве предпринимателей. Но предпринимательство в достаточно рискованной сфере. Поэтому если отвечать на вопрос, начинать сейчас дело или нет, я могу сказать, что да, надо начинать, если вы хорошо подумали. Потому что все-таки кризис еще не закончился. В следующем году в Казани запустят две канатные дороги. Об этом заявил глава Минтранса Республики Ленар Сафин. Одна из них свяжет Корстон и Казань-Арену. Ее откроют в сентябре следующего года. Длина трассы составит около двух километров. Время в пути будет составлять семь минут. Для дороги установят девять опор. Пассажиров будут перевозить в 86 кабинах. В ноябре того же года запустят канатную дорогу от Казани до Иннополиса. В первую очередь протяженностью восемь с половиной километров соединит два берега Волги. Вторая будет проложена от Верхноуслонского берега до Иннополиса. Протяженность последней составит 13 километров. Максимальная высота опор – 80 метров. В Казани станцию построят у железнодорожного вокзала. Здесь будут работать также 86 кабин. Стоимость канатной дороги из Казани в Верхний Услон составит 43 миллиона евро. От Корстона до Казань-Арены – 18 миллионов. Проезд обещают сделать максимально доступным. Инвесторы надеются, что канатной дорогой в первую очередь будут пользоваться жители другого берега Волги. Они смогут быстрее попадать в Казань. Это касается, в частности, приезжающих из Верхнеуслонского района и Ульяновска. В Татарстане определился размер минимальной зарплаты. Соответствующее соглашение подписали республиканский премьер Ильдар Халиков, председатель Федерации профсоюзов республики Татьяна Водопьянова и президент Ассоциации предприятий и предпринимателей республики Александр Лаврентьев. Согласно документу, минимальная зарплата в регионе должна составлять 7309 рублей в месяц. Татьяна Водопьянова пояснила, что это 89% от прожиточного минимума трудоспособного населения республики. Планируется, что к 2018 году эти показатели сравняются. Подобное соглашение в Татарстане сторонами социального партнерства подписывается в третий раз. Прошлогодний документ предполагал минимальную зарплату почти на 1000 рублей меньше, чем нынешний. Как заявил Ильдар Халиков, факторы снижения российской экономики отражаются и на экономике Татарстана. По словам премьера, средняя зарплата в Татарстане составила 28 682 рубля. Это на 8% выше, чем в прошлом году. При этом реальная заработная плата снизилась на 4,6%. То есть купить товары на эти деньги сейчас можно меньше, чем год назад. Это были новости экономики. До встречи!